Еду сейчас смотреть себе эндурик. Фото! Всем привет, народ! Вчера ехал к себе домой с города и оборвался тросик. Но это такое, не беда. Вот я его взял и мы его заменим. Не проблема. История другая в том, что я зашел по месту кофейка. И девчонки говорят, где же там твой мотоцикл? Я говорю, как-то вышел без мотоцикла. Сегодня можно спокойно спать. Это вообще просто, я не знаю, народ такой веселый. Это значит, сегодня меняем трос сцепления, ждем братика. Сегодня должен он тоже подъехать и взять себе трос на газ. Ему нужен коротенький. В общем, сегодня замена у нас у обоих будет тросиков. Как бы будет чем заняться. Скупились с брательником, что хотели на мотике. И еду сейчас смотреть себе эндурик. Вот он! Или он, или он, или он. Вот они, эти мои мотики. Это была щутка. Не взял я эндурик, а так присматриваюсь. В общем, заменили мы с братом тросик. Это были, конечно же, небольшие трудности, но с которыми мы справились. То есть, у нас был чуть-чуть длиннее тросик, но мы это все дело поправили, сделали и все работает в лучшем виде, как всегда. Нам нужно было освободить вот с этой ручечки, вот здесь вот, тросик. То есть, она опускается ниже, освобождается, и из-под низу мы вытаскиваем наш трос. Завели, конечно же, его сюда. И вот принцип работы сцепления. Вот она. Мы его укоротили, там сделали шайбочку, просто ее подбили, зажали тросиком, точно так же таким по тьму ставили, здесь подвязали. Ну, так же можно здесь хомутиком поджать, потому что не было вязать его и припаять. Это все дело, как оно есть по стандарту. Сделали так, как это можно сделать своими руками дома. Поэтому вот так. А сейчас, конечно же, мы что сделаем? Как всегда, надмоем мотоцикл. Три важные салфетки, мотоцикл снова чистый. И проедем, конечно же, прокатимся. Не перестаю удивляться, какие у нас все-таки красивые закаты. Посмотрите, сколько людей у нас снимает, фотографируется. Это вообще что-то, конечно. Советую всем приезжать здесь, делать снимки со своими половинками. А сегодня Никита покажет свой новый мод, который он буквально сразу же купил, как продал свою старую хондочку в 90-х году. Там вообще 300 килограмм было веса. Ну что, как дракон. Поехать проехаться? Не. А что? Я не изменяю свою. Привет. Да не, ну. Мы вчера по лесу такое, блядь, как видим. Сука в 3 часа ночи, дебилы. По лесам. По лесам. По полу там. Так пойдет, а что? Блядь, застрял. Короче, там, понял? Сколько мощи там? 250. Не, кубиков. 250, а лошадок сколько? Блядь, я *** не знаю. Чё не ***? Засито везде. Ну конечно, з***ть, кубиков ему, блядь. Короткохлотка, подогрев ручек, блядь. Засито, сука, везде, везде я понял, везде я блядь защищу. Цепь новая, блядь. Но новая цепь. Но новая. А что менять, что с ней? А? Что ты менять? Она же новая. Ну да, нормально отсюда. Она новая, а что ее менять? СТС в том же. Ну. Тут только резина задняя, наверное. Ну да. Передняя колеса. Можно какую хочешь ставить. Едем сейчас к братишке. Приехал с западной. Конечно же, наверное, устал. Катать не будет. Так, на заправочку чисто. Вот сейчас поедем, поддержим, пообщаемся. Узнаем, что как там было. Ну и все такое. Узнаем. 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 В чем минус, когда стрижешься на лысо, а потом, блядь, еле одеваешь на шлем, блядь, колючки против не дают, заверь. Сука, блядь, это надо шапку, блядь, покупать, балаклау чикс и погнал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чего вы хотите, какая рубрика, какие изменения может добавить и все такое. Для меня это тоже интересно. Я всегда готов взаимодействовать со своей аудиторией. И, как бы, это будет круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, я сам недавно узнал о правилах мотоциклиста и хочу ознакомить вас, ну и, конечно же, дальнейших людей, которые будут просить покататься. Начнем с первого правила. Правило первое. Это катать только женщин. Второе правило. Села, дала. Третье правило. Упала, женился. Четвертое правило. Сломал, купил. Вот и все. И теперь понимайте, как это, что это. Будете подходить, вы уже должны знать, что у вас, в принципе, должно ждать. И все. Это те золотые правила, которые вам нужно знать. Ну и также дайте в комментариях знать, если вы знаете еще какие-то правила. Я пока узнал только четыре. Также, как вы поняли, я хочу себе купить эндурик, но хотя бы такой 300-350. Вообще в идеале 450 кубиков, как вы поняли, я хочу на зиму, то есть на осень, на зиму потренироваться. И на весну уже поехать поучаствовать с мотобратьями. Именно уже в мотокроссе, эндуро, спорт и так далее. Очень интересно. В принципе, я не останавливаюсь только на спортбайке. Вообще, я считаю, что должен быть разный вид техники у тебя в гараже, чтобы ты мог использовать под свое настроение, под разное движение. Это все-таки круто, как бы это не было. Дорого, конечно, но оно того будет стоить. Ну а сейчас мы едем в Сылью на заправочку. Есть возможность проверить, насколько его мод едет быстро, так как он говорил. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok